Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok 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 точка ком, иначе называемый «живой журнал», на странице пользователя Антона Долгих, видеофайл не подвергался какому-либо монтажу, какому-либо редактированию и представляет собой тот файл, который был записан с помощью средства видеозаписи. С учетом того, что избирательная комиссия Кировской области добилась разрешения суда на представление видеозаписи, которая точно так же не имеет никакого отношения, по их логике точно так же, к процессу заседания избирательной комиссии, я не очень понимаю мотивацию возражений в этой части, потому что описываемое событие, то событие, которое запечатлено на видеозаписи, которое я прошу суд приобщить к материалу дела, оно прямо доказывает то обстоятельство, на которое ссылается Мамаев, а именно нарушение избирательного права, и Мамаева, и нарушение прав члена комиссии. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обосновании своих требований и поэтому я хочу исполнить свою обязанность, реализовать свое право и доказать, собственно, то обстоятельство, на которое ссылаюсь. Прошу моего куда-то исполнить, для обеспечения состязательности процесса. Ага, пожалуйста, я хочу создавать вопрос представителям избирательной комиссии. Просните, пожалуйста, вот вчера была проявлена видеозапись событий 8 сентября, правильно я поняла? Да, 3 сентября. А, 3 сентября. Скажите, пожалуйста, вот та видеозапись, которая велась, она официально установлена? То есть это территория, где фиксируется это все на каком-то уровне? То есть председателем комиссии было одобрено соответствующее решение об установлении средств видеофиксации в приемной председателя избирательной комиссии на сегодняшний день установленную, значит, это видеокамер. И также было принято решение об установлении фиксации на видеозаписи в помещение, которое избирательная комиссия определила для проведения заседаний и самой комиссии, и ее рабочих групп на период проведения выборов, в том числе и касаемо, например, в период с третьего полка, ну, до окончания выборов губернатора. Этим помещением был определен кабинет номер 101, и там также была установлена видеозапись, соответственно, пабличка там была размещена, потому что уйдется видеонаблюдение. Это видеонаблюдение остается только, так скажем, в пределах избирательной комиссии, они никуда не вкладываются, соответственно, то есть любой момент может быть представлено на любой день заседания для посмотра. А еще такой вопрос, а вот то помещение, где 9 сентября было числено, ну, как сказать, препятствие допуску долгих зданий, я так понимаю, где располагается избирательная комиссия, там какая-то видеозапись идет, вот такая же официальная? Там видеозапись, то есть там, ну, Виталий Щербин, насколько я понимаю, он не мог пройти через пост милиции, в общем-то, в тот день заседаний комиссии никаких не проводилось, на тот день, на 9 число, если речь идет Антону Витальевичу, было направлено уведомление, если речь идет о ущемлении его прав как член избирательной комиссии, ему было направлено уведомление о том, что он может ознакомиться с запрашиваниями документами и было установлено время, соответствующие документы имеются, я их, конечно, в ходе процесса представлю. Однако же, Антон Витальевич, у нас значимое время не идти и пришел уже где-то в ближайшие 4-5 месяцев, то есть когда уже учат. У меня есть вопросы. Ваши дни. Значит, на уженом инструкту возникают зомнения относительно достоверности имеющейся видеозаписи и данной видеозаписи как допустимого доказательства, поэтому я считаю, что основание для приобщения в качестве общественного доказательства, при тех обстоятельствах, при которых она была получена, это видеозаписи не имеется. Да, уважаемый суд, прошу приобщить к материалам дела и следовать в качестве доказательства, заверенную надлежащим образом копию заявления кандидата на должность губерантора Кировской области Мамаева Сергея Павлиновича. Данное заявление было мной, как членом избирательной комиссии, полчаса назад подано в избирательную комиссию Кировской области, на нем имеется отметка о принятии и данная копия заверена, я его зачитаю. Заявление. 1 сентября 2014 года я назначил членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса долгих Антона Витальевича. 13 сентября 2014 года мне стало известно о том, что 11 сентября 2014 года в избирательную комиссию Кировской области было подано якобы подписанное мной уведомление от 11 сентября 2014 года об отзыве полномочий, в кавычках, так указано в том постановлении, об отзыве полномочий, назначенного мной ранее членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса долгих Антона Витальевича и якобы подписанное мной уведомление от 11 сентября 2014 года о назначении членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Олиной Еленой Викторовной. В настоящем сообщаю, что 11 сентября 2014 года я не направлял и не подавал в избирательную комиссию Кировской области ни уведомления от 11 сентября 2014 года об отзыве полномочий назначенного мной ранее члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Долгингтона Витальевича, ни уведомления от 11 сентября 2014 года о назначении членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Олина Елены Викторовны. Также заявляю, что я не подтверждаю подлинность подписи в вышеуказанных документах. Сообщаю вам, что с 1 сентября 2014 года и по сей день членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса, назначенный мной как зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Кировской области, является Долгих Антон Витальевич. В связи с высшей изложенной прошу, первое, принять к сведению настоящее заявление, второе, незамедлительно после принятия настоящего заявления устранить все препятствия для реализации члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Долгих Антоном Витальевичем, свои правы и осуществление полномочий члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса. Разрешите? Это для обозрения оригинал заявления с отметкой о принятии с живой подписью и заверено ближайшим образом копию. Заверено работникам аппарата избирательной комиссии Кировской области. При подаче. Пожалуйста, не идите. Не идите за то, что... Ну и одновременно, насколько вам не ловил, о чем идет речь. Дело в том, что вчера, в ходе этого перерыва, нами было заявлено ходатайство, и оно будет перенос в дом. По приобщению к материалу дела копию уведомления Мамарева от 11 сентября 2014 года. Сейчас будет подзывник у нас с собой. Об отзыве полномочий членов проектной комиссии с правом совещательного голоса Далдиха Анатольевна Викторовича. Далдиха Анатольевна Викторовича. Да, с другой стороны, мы перерывы виноваты. Значит, поэтому мы считаем, что, в общем-то, на сегодняшний день, согласно уведомления самого Мамарева, Далдиха Анатольевна Викторовича не является членом комиссии с правом совещательного голоса, назначенным председатом Мамарева. Данное заявление было представлено в приемной избирательной комиссии. Я не скажу свое. Скажите по приобщению заявления. Я не возражаю. Вы возражаете. Есть другие объения в избирательной комиссии? Нет. Не возражаю. Я пока ставлю это здесь. Давайте вот что. Я заявление копию приобщу. Компинь, я вам беру. Здесь останется все. Давайте вот что сделаем. Значит, у нас предметом рассмотрения заявления все-таки является аспарьное постановление. Если мы таким образом начнем рассматривать, то мы и функции, если и сегодня многие не выполняют, для которых назначены и призваны, и рассматривать дом долгое. Это все-таки ближе к предмету. У нас предметом является отстранение долгих, участие в избирательных есть. Соответственно, вот этот предмет мы рассматриваем. Господь, я понимаю, было принято определение, значит, по возврате заявления участия, поэтому вот назначение, не назначение, отзыв, не отзыв, он здесь предметом не является, потому что мы так можем далеко зайти, и тут дойдет до, значит, подчерковедческих экспертиз и так далее. Поэтому я бы попросил участников процесса сконцентрироваться все-таки на предмете рассмотрения. Законность, незаконность оспарьем постановления. Суд, я полностью с вами согласен, я вчера ровно это же самое говорил, но когда избирательная комиссия Кировской области начала представлять доказательства свои, я вынужден просто представить. Я полностью согласен. Так же точно, как свидетельские показания никоим образом не могут повлиять на законность или незаконность решения. Значит, документы оба будут материировать дело, а там, значит, уже право с ними знакомиться. Так, у вас... Да, у вас. Пожалуйста. У меня у нас вчера было взаимодействие о вызове необходимых свидетелей, при общении... Подгоритесь о ходатусе. Значит, мы заявляли о вызове суд свидетелей членов избирательной комиссии с правом решающего голоса Рупеля Александра Александровича, Самоделкина Светлана Валентиновна, Злобина Александра Викторовича, Ручкова и Татьяна Ивановна, Урванцева Федора Андреевича и Воронина Николая Неподисковича. Все они находятся сейчас здесь. То есть, выяснили, пожалуйста, куда вы заедете новое оказание. Данные свидетели могут пояснить те обстоятельства и те события, которые происходили в период с 3 по 8 сентября. То есть, те обстоятельства, которые послужили основанием для принятия комиссии корридиального решения обостровления Долгиха Антоновна Викторовича, Слуб, работая в заседании КНС, 8 сентября. То есть, те события, которые там происходили, ну, включая, так скажем, меблики и поведения самого Атона Викторовича и, соответственно, его высказывания в адрес, в том числе, членов комиссии. То есть, данные свидетели могут пояснить обстоятельства, которые... Они могут пояснить... Можно закончить? Я никак не беспробую вас. Эти свидетели могут пояснить об обстоятельствах, которые послужили основанием для принятия аспайровых оснований. Да, совершенно верно. То есть, именно те... Все шесть, может быть, ограниченных числовых мягких дел? Ну, в таком случае это будет... Вы думаете, можете посовещаться? Хорошо, мы посовещаемся. То есть, у вас диски еще две видеозаписи должны быть? Диск мы пока предлагаем только один, с видеозаписью от 3 сентября. Это вот этот диск? Да. То есть, еще раз тогда на разрешение сторон. Уважаемый суд, исходя... Разритый вопрос, потому что вчера он говорил, а вам не сказал. Скажите, пожалуйста, на диск данном видеофайле что изображено? На данном файле изображено, так скажем, время до начала заседания комиссии 3 сентября, которая состоялась в кабинете номер 101, и последующие, так скажем, поведения и действия членов комиссии, в том числе членов комиссии права совещательного губернатора Леонидовича. То есть, там до начала заседания, самое начало заседания комиссии 3 сентября 2014. Уважаемый суд, мне совершенно нечего не опасаться, не стесняться, я прекрасно знаю, что изображено на данном диске, но дело в том, что, как только что пояснил представитель избирательной комиссии, действительно, события относятся к периоду до начала заседания избирательной комиссии Кировской области и никоим образом не могут относиться к оспариваемым решениям. Поэтому я возражаю против приобщения данного материала, но исключительно для того, чтобы сэкономить время суда. Кроме того, мы заявляли то, о чем я озвучил, копию уведомления Мамаева о отзыве долгих от 11 сентября 2014 года. Она сейчас у вас находится на столе, подлинник ее. Также копия постановления избирательной комиссии от 11 сентября 2014 года, номер 34921, о внесении изменений в постановлении от 8 сентября 2014 года, об отстранении от работы в составе комиссии членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Данное подлинник данного постановления находится сейчас здесь. Копия есть? Нет, подлинник не представлялся. Нет, подлинник не представлялся. Уважаемый суд, что касается уведомления Мамаева об отзыве. Первое, что касается уведомления кандидата на должность губернатора Кировской области Мамаева Сергея Павленовича об отзыве членов избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса долгих Антона Витальевича. Я возражаю против приобщения к материалам дела данного документа, потому что Мамаев Сергей Павленович утверждает, что он не передавал и не направлял каким бы то ни было образом, я сейчас говорю, как его представитель, уполномоченный, обладающий полномочиями и несущий ответственность за свои слова, сказанные в суде, не направлял и не подавал каким бы то ни было образом в избирательной комиссии Кировской области данное уведомление. Подлинность данной подписи он также не подтверждает. Он не знает, откуда взялось данное уведомление в избирательной комиссии. Поэтому я возражаю. Это первое. Второе. По поводу постановления о внесении изменений. Я возражаю против приобщения данного документа к материалам дела, потому что этот документ не является таковым. То есть данный лист бумаги с текстом и с двумя подписями не может быть признан документом, не может, соответственно, служить доказательством, потому что у него нет печати. Проставление печати обязательно в соответствии с регламентом избирательной комиссии Кировской области. Любое постановление должно быть подписано председателем избирательной комиссии, подписано секретарем избирательной комиссии и должна быть проставлена печать избирательной комиссии Кировской области. Данная бумага не содержит оптической печати избирательной комиссии Кировской области. Поэтому я считаю, что этот документ не обладает признаками доказательства и не подлежит приобщению к материалам дела. Прошу отказать от приобщения данного документа к материалам дела. Так, у вас еще что-то есть? Нет. После геодина вы определились? Чтобы сразу же ей ответить лишний, или, значит, мы сейчас разрешим, когда разрешите, тогда четверых оставим. Четверых? Да. Это Робер Александрович Александрович, Самоделкина Светлана Валентиновна, Гурмансов Федор Андреевич и Воронин Николай Николаевич. Пожалуйста, Ваши минуты. Мужчина, я возражаю против утверждения данного ходатайства о вызове и допросе свидетелей, потому что данные свидетели в любом случае максимально могут высказать, во-первых, свое отношение к Долге Антону Витальевичу, а во-вторых, даже если они будут пояснять что-либо об обстоятельствах, которые мы известны, эти обстоятельства никоим образом не могут служить основанием для принятия решения об отстранении от работы в избирательной комиссии Кировской области или в избирательной комиссии Кировской области. И какими бы ни были обстоятельства с точки зрения данных свидетелей, и каким бы ни было поведение какого-либо гражданина или члена избирательной комиссии, эти обстоятельства не влияют на законность или незаконность решения. Поэтому я прошу отказать в удовлетворении данных. В данном заявлении просил признать незаконное постановление избирательной комиссии Кировской области от 8 млн. 2014 года, в основном, в полном объеме нарушено избирательное право. В части заявления о обязанности председателя избирательной комиссии Кировской области неопределительных препятствий они будут рассматриваться в судах и принять соответствующие решения. Вみたいнуть составляет gutes и неопределительные препятствий и неопределительных препятствий. Продолжение следует... 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 Назначенный на 8 сентября 2014 года. Таким образом, я считаю, что данное постановление о внесении изменений, оспариваемое постановление, оно не несет никакого юридического смысла. В любом случае, оспариваемое постановление действует. В любом случае, избирательная комиссия Кировской области, на наш взгляд, приняла решение, которое выходит за рамки полномочия избирательной комиссии Кировской области. Избирательная комиссия любого уровня не имеет полномочий ни отстранять от дальнейшей работы члена избирательной комиссии соответствующей, ни отстранять от участия в заседании избирательной комиссии члена избирательной комиссии соответствующего уровня. То есть, даже с учетом изменений, на наш взгляд, оспариваемое постановление является незаконным и нарушающим избирательное право, а потому подлежит отмене. Что еще хотел бы отметить. Один член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса назначен кандидатом на должность губернатора Кировской области, Мамаевым. И в данный момент, я так понимаю, спаривается избирательная комиссия. Именно об этом идет речь. Еще один член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса, Владимир Антонович, назначен избирательным объединением. Совершенно на другом основании и в другом порядке. Поэтому по состоянию на 11 сентября 2014 года я в любом случае являлся действующим членом избирательной комиссии Кировской области. Я, Владимир Антонович, являлся действующим членом избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса и должен был быть извещен о предстоящем заседании, о предстоящем 11 числа заседании. Утверждение представителя избирательной комиссии, вчера которая прозвучала о том, что это, оказывается, было возобновление заседания, которое было начато 8 сентября и было прервано по решению председателя комиссии, оно, на мой взгляд, в данной ситуации не имеет никакого правового значения, потому что в любом случае члены избирательной комиссии должны извещаться. Так гласит закон. Я не был извещен, не присутствовал на данном заседании. Поэтому я сейчас отвлекся от тех жалоб и обратился к изменениям, о которых мне стало известно только вчера. Но, уважаемый суд, я еще раз заявляю о том, что оспариваемое постановление является действующим, несмотря на то, что внесены изменения, в любом случае затронуты как избирательные права кандидата на должность выбернатора, которая позволяет ему назначать члена, и чтобы этот член в том числе участвовал в работе избирательной комиссии, а также реализовал другие права. Так вот, первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, уважаемый суд. Первый. В период с 8 по 11 сентября 2014 года член избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса Дорога Михайловича был отстранен от дальнейшей работы в избирательной комиссии области, согласно оспариваемому постановлению. И лишь с 11 числа, если суд вдруг признает данные доказательства допустимыми, то есть только с 11 сентября 2014 года, согласно внесенным изменениям, данное постановление уже звучит в новой редакции. Поэтому я прошу вас обратить внимание на этот момент. Прошу вас обратить внимание на этот момент. Кандидат Мамаев считает, что постановление в избирательной комиссии Кировской области, нарушение его избирательной права, он считает его незаконным в предлежащем отмене. Как третье лицо, я привлечен в судном к участию в деле в качестве третьего лица, я точно так же считаю оспариваемое постановление незаконным в предлежащем отмене, а также нарушающим мои права как члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса. Что касается нарушения избирательных прав и права, прав члена избирательной комиссии и долгих. В следствии принятия и издания этого оспариваемого постановления, 9 сентября 2014 года сотрудники полиции, ссылаясь на это оспариваемое постановление, демонстрируя его мне, отказались пропустить меня в избирательную комиссию Кировской области. Место в нахождении которой, согласно регламенту избирательной комиссии, является здание номер 69 до номер 69 по улице Карла Литмитта в городе Кирова. Избирательная комиссия занимает несколько помещений в данном здании. Один из них это кабинет номер 101. Данное помещение определено помещением избирательной комиссии с соответствующим постановлением. И иные помещения на втором этаже данного здания, которые переданы в оперативное управление избирательной комиссии Кировской области, установлены в законном порядке. И они являются помещениями избирательной комиссии Кировской области. В данных помещениях находится кабинет председателя избирательной комиссии Кировской области, кабинет секретаря избирательной комиссии Кировской области, кабинет, занимаемый работниками аппарата избирательной комиссии Кировской области и кабинет, занимаемый определенный как кабинет для заместителя председателя избирательной комиссии Кировской области. То есть, уважаемый суд, я обращаю ваше внимание на то, что помещения, которые находятся на втором этаже, это не только помещения аппарата, но и помещения, которые занимают непосредственно избирательные комиссии Кировской области. И вот 9 сентября 2014 года сотрудники полиции не пропустили члена избирательной комиссии Кировской области, долгих Антона Виталиевича, в помещении избирательной комиссии. Таким образом, на мой взгляд, совершенно очевидно, что было совершено воспрепятствование осуществлению членов комиссии своих прав, реализации своих прав, осуществлению полномочий. И вызвано было вот это противодействие социальной полиции, воспрепятствование исключительно о справедливых постановлений, потому что они его демонстрировали, на него ссылались, и это видно на видеозаписи, которую суд исследует. В период с 9 сентября, в период с 8 сентября 2014 года по настоящее время член избирательной комиссии Кировской области с правосвещательного голоса, назначенный кандидатом Мамаевым, обращаю ваше внимание, уважаемый суд, именно назначенный кандидатом Мамаевым, был лишен возможности принимать участие в работе комиссии. Как в целом реализовывать свои права члены комиссии, так и принимать участие в заседаниях. Соответственно, данный член избирательной комиссии не извещался о предстоящих заседаниях. Как я уже отметил ранее, я, Владимир Антонович, был назначен членом избирательной комиссии Кировской области с правосвещательного голоса от избирательного объединения 10 сентября 2014 года. И впервые, уже как данный член с данным статусом, я был извещен в заседании накануне, вчера. То есть до этого я не извещался ни как, простите, даже ни один член, ни как другой член, потому что это разные все-таки статусы. Таким образом, нарушение избирательных прав и прав членов избирательной комиссии Кировской области с правосвещательного голоса от избирательного голоса, на мой взгляд, очевидно. Это, то, что я говорил до этого, касалось, собственно, обстоятельств. И почему я считаю, и кандидат Ромаев считает данное постановление незаконным. Теперь о правовой позиции. В соответствии с частью 20 ст. 29 Федерального закона Казахстан-7, уже все-таки я не буду свое название произносить, их здесь и в предыдущении. Кандидат со дня представления в избирательной комиссии документов для регистрации кандидата в праве назначить одного члена этой избирательной комиссии с правосвещательного голоса. Аналогичная норма содержится в законе Кировской области о выборах губернатора Кировской области. Таким образом, в законе прямо установлено, закреплено право кандидата на назначение одного члена с правосвещательного голоса в каждую избирательную комиссию, в том числе в избирательную комиссию Кировской области. Это право данного кандидата. Кандидат, желая реализовать свое право назначить одного члена, назначил члена избирательной комиссии с правосвещательного голоса до других. А решение, оспариваемое решение, восстановление от 8 сентября 2014 года, фактически этого права кандидата лишило. Таким образом, кандидат лишился своего представителя, члена избирательной комиссии Кировской области, на определенный период. По моему мнению, этот период составляет, то есть согласно оспариваемому постановлению, этот период составляет с 8 сентября 2014 года по настоящее время. Ну, с учетом изменений, внесенных постановлением в текст оспариваемого постановления, данный период является аналогичным, лишь изменяется форма нарушения прав. То есть, согласно изменениям, якобы были нарушены права члена избирательной комиссии лишь в одном конкретном заседании избирательной комиссии, а далее они якобы не нарушаются. Хотя это не соответствует действительности. Никаких каких-либо уведомлений до 13 сентября 2014 года я не получал. И в любом случае, 13 сентября 2014 года я по почте получил несколько писем, адресованных мне избирательной комиссией Кировской области. И в данных письмах содержались ответы на мои заявления, как члена избирательной комиссии Кировской области правосвещательного голоса, которые были поданы до 8 сентября 2014 года. Если я не ошибаюсь, 4 сентября 2014 года были поданы заявления, ответы на которые я получил. Те заявления, которые я сумел подать в период с 8 сентября 2014 года по настоящее время, на сей день остаются без ответа. Таким образом, тоже нарушаются права члена избирательной комиссии. Уважаемый суд, действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области не предусмотрена возможность отстранения члена избирательной комиссии Кировской области справосвещательного голоса от работы, в том числе и от дальнейшей работы избирательной комиссии Кировской области по решению избирательной комиссии Кировской области. Хочу добавить, что действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области не предусмотрена также и возможность отстранения члена избирательной комиссии от участия в каком-то не было заседании избирательной комиссии Кировской области. И напротив, действующим законодательством установлено, что член комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса заблаговременно извещается о заседании комиссии, вправе принимать участие в рабочей комиссии, вправе задавать вопросы, знакомиться с документами, высказывать свою позицию и осуществлять ряд других прав членов избирательной комиссии. На мой взгляд, совершенно очевидно, что даже с учетом изменений, внесенных членов избирательной комиссии Кировской области долгих, был лишен данных прав, а, соответственно, были нарушены избирательные права кандидата. Действующим законодательством Российской Федерации Кировской области не предусмотрена возможность какого-либо примечения также прав членов избирательной комиссии в Кировской области с правом совещательного голоса, исключения члена избирательной комиссии в Кировской области с правом совещательного голоса и состава избирательной комиссии, или решения в какой бы то ни было принудительной форме статуса члена избирательной комиссии Кировской области по решению избирательной комиссии Кировской области или третьих лиц. Действующее законодательство Российской Федерации и Кировской области предусматривает единственную возможность прекращения полномочий члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса по решению кандидата, назначившего такого члена избирательной комиссии Кировской области с правом совещательного голоса. Уважаемый суд, даже если бы кандидат Ромаев 11 сентября 2014 года отозвал назначенного им ранее члена избирательной комиссии долги и назначил другого члена избирательной комиссии, что он не подтверждает, а прямо заявляет обратное, что он не отзывал долгих и не назначал другого члена, даже если бы данное событие имело место в действительности, то в любом случае оно не имело бы никакого отношения, как совершенно справедливо уже заметил уважаемый суд, к оспариваемому решению, потому что в период с 8 по 11 сентября 2014 года нарушение оспариваемого постановления действовало, оно действует и по сей день, и соответственно права, как избирательные права кандидата, так и права члена комиссии долгих нарушались данным оспариваемым постановлением. И в завершение хотел бы отметить, почему еще я считаю, как кандидат Мамайев считает, оспариваемое постановление, вынесенное с нарушением закона, а также принятым с превышением установленной компетенции и подлежащим отмене судом. Урянный суд, я не буду указывать нормы права, они указаны, данные дополнения уже приобщены к материалам дела. В соответствии с федеральным законом избирательная комиссия это коллегиальный орган, формированный в порядке сроки, которые установлены законом, организующий, обеспечивающий подготовку и проведение выборов. В соответствии с Федеральным законом Комиссия обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав и права на участие Федерального граждан СССР, осуществляет подготовку и проведение выборов. В соответствии с пунктом 8 ст. 20 данного Федерального закона ФССР, компетенция, полномочия и порядок деятельности избирательной комиссии субъектов Российской Федерации при подготовке и проведении выборов в органе государственной власти определяются и устанавливаются за Федеральным законом ФССР, Конституцией Российской Федерации, Уставом Кировской области и законами соответствующими Кировской области. Я уже адаптировал данную норму под наш случай. Законодатель прямо определил, что компетенцию и полномочия определяет ряд нормативных прав и фактов различного уровня, начиная от Конституции Российской Федерации и заканчивая Законом Кировской области и Разбирательной комиссии Кировской области. В соответствии с частью 2 статьи 1 Законодательной комиссии Кировской области, избирательная комиссия области руководствуется в своей деятельности Конституции Российской Федерации и федеральными законами, постановлением Конституционного суда Российской Федерации, Уставом Кировской области, законами области и рядом других нормативных прав и фактов. И самое важное, уважаемый суд, на мой взгляд, в данной части моего выступления, в соответствии с частью 1 статьи 3 закона Кировской области об избирательной Кировской области, избирательная комиссия Кировской области в пределах своей компетенции обеспечивает на территории Кировской области реализацию и защиту избирательных прав. А в соответствии с частью 1 статьи 9 данного закона, избирательная комиссия вправе рассмотреть на своем заседании любой вопрос, входящий в ее компетенцию, и принять решение в пределах полномочия установленной федеральными законами устава области настоящим законом. В соответствии с пунктом 11 статьи 20 Федерального закона Кировской области, решение комиссии, противоречащей закону, либо принятой с превышением установленной компетенции, подлежит отмене судом. Уважаемый суд, законодатель, федеральный законодатель, орган или государственной власти законодательной Кировской области не наделил избирательную комиссию Кировской области полномочиями по отстранению от дальнейшей работы члена избирательной комиссии Кировской области права совещательного голоса. Также законодатель не наделил избирательную комиссию Кировской области правом отстранять какого-либо члена избирательной комиссии с права совещательного голоса или с права решающего голоса, тем более, от участия в заседании избирательной комиссии Кировской области. Мне, как профессиональному юристу, возьму на себя смелость так утверждать, до всего момента, до вчерашнего дня, представлялось абсолютно очевидным то, что оспариваемое поставление принято с нарушением закона. Представляется, что сейчас это же самое и в настоящее время, что данное постановление оспариваемое принято с нарушением закона, принято с превышением установленного закона полномочия и подлежит отмене. Тем не менее, я вижу, что избирательная комиссия Кировской области будет пытаться доказать, что какое-то поведение гражданина Российской Федерации, совершеннолетнего, дееспособного, 1977 года рождения, не имеющего каких-либо ограничений для того, чтобы быть членом избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Так вот, я вижу, что избирательная комиссия будет убеждать суд, что имеются некие основания для отстранения члена избирательной комиссии сначала от дальнейшей работы комиссии, и последующие действия полиции в том числе демонстрируют, что именно на это и было направлено постановление, чтобы член избирательной комиссии долгих не мог принимать в честь и в работе, а, как говоря, прямо знакомиться с подписными листами кандидата Белых и Жданова, то, что я очень хотел и какие заявления подал. Да, все, я понимал и заканчиваю. Уважаемый суд, мне представляет, во-первых, мое поведение не выходило за рамки общепринятого поведения. Я согласен с тем, что мое поведение выходило за рамки принятого стандарта в избирательной комиссии Киростова, но мое поведение направлено исключительно на защиту своих прав. Прав человека, прав гражданина и прав члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Я не стал даже пытаться заявлять ходатайство, приобщить к материалам дела все видеозаписи, которые я сделал, как в ходе заседания избирательной комиссии Киростова, так и вне заседания, когда я, в частности, подавал заявление и просил предоставить мне право для заканчивания с документами. Право это гарантированно законом, оно безусловное, оно не требует каких-либо дополнительных заявлений, оно не требует каких-либо согласований. Это право безусловное. И сейчас я понимаю, что мои слова ничем не подкреплены, но тем не менее я их произнесу и надеюсь, что они каким-то образом повлияют на формирование внутреннего убеждения суда. Уважаемый суд, я профессиональный юрист, я индивидуальный предприниматель, я осуществляю деятельность в области права, это основной вид моей деятельности, код по аквад 7411. Я профессионально занимаюсь юриспруденцией, я оказываю юридические услуги как гражданам, так и организациям. Я общественный деятель, я член общественной комиссии Кировской области, был экспертом общественной палаты Кировской области, я политик, я участвую в делах, я просто человек, мне 37 лет, у меня трое детей. Мое поведение, каким бы оно ни было и как бы оно кому не нравилось, оно находится в рамках дозволенных в любом случае. Если мой напор и стремление отставить свои права, а также права других граждан, кому-то не нравится, я убежден, что это личная проблема того, кому это не нравится. В любом случае, мое поведение не нарушало закон, что подтверждали сотрудники полиции, которых и я вызывал, и вызывал в том числе председатель Ирина Гразилиевна. Если бы был нарушен закон, несомненно, уже были бы преднеты меры, и я был бы привлечен к ответственности. Этого нет и не будет никогда, потому что я закон не нарушаю, я законопослушный гражданин, кроме того, профессиональный юрист. И мне эта ситуация моя очень важна. Но в любом случае, какими бы ни были основания, по мнению избирательной комиссии, отдельных членов избирательной комиссии, и даже если были бы основания, я убежден, что избирательная комиссия Кировской области не имела права, не имела полномочий принимать решение об отстранении. Они могли обратиться в полицию, они в полицию ни разу, уважаемый суд, не обращались. В полицию обращался только я, за защитой своих прав. Мной подано несколько заявлений о возбуждении дела в административных правонарушениях по статье 19.1, которые в самоуправство, то есть когда мне не выдавали сначала удостоверение, потом отказывались принимать заявление, знакомые с документами и так далее. Председатель избирательной комиссии Верзелина единожды вызвала полицию. Это после того, как как раз было принято оспариваемое постановление, она прекратила заседание и вызвала полицию для того, чтобы меня вывели, физически вывели. Я тоже тотчас же после того, как она вызвала полицию, вызвал полицию, позоверную дежурную часть Европы России по Кировской области, и сделал устное заявление о возбуждении дела в административных правонарушениях, очередное заявление, к сожалению, как раз о возбуждении дела по статье 19.1 самоуправства. Прибыл наряд, я был и морально готов, и не желая этого, но морально был готов к задержанию. Я сразу сказал, что я добровольно не покину помещение, кабинет номер 101, в котором проходило заседание, потому что я не обязан его покидать. К сожалению или к счастью, Ирина Геннадьевна Горзелина решила прервать начатое вновь заседание, и таким образом исчезли основания для моего ВВД, и все просто покинули это помещение. Но, уважаемый суд, я прошу вас понять, какой нокаут человеческих эмоций творится в настоящее время. Я понимаю, что идет кампания. Возник новый член избирательной комиссии Кировской области в моем лице. Возник тот член избирательной комиссии Кировской области, который знает закон. Я возьму на себя смелость утверждать, что я знаю закон лучше, чем действующие члены избирательной комиссии Кировской области, даже с правом решающего голоса. Я делаю то, и делал, и буду делать то, что считаю нужным. Буду реализовать, во-первых, свои задачи, во-вторых, те задачи, которые ставит передо мной, как член избирательной комиссии, кандидат Мамая. В частности, мне необходимо ознакомиться с подписанными листами. Право на это у меня есть, и оно гарантировано в закон. Мне всячески препятствовали в праве ознакомления, вот утверждает представитель комиссии, что направлялась бумага с предложением ознакомиться в определенный период. Я действительно получил вчера бумагу, которая мне разрешала, милостиво, любезно разрешала, Герзелина, ознакомиться с подписанными листами 13-го с 10 до 11-го. Я получил письмо 13-го. Но даже если бы я получил эту бумагу раньше, уважаемый суд, что бы это изменило? Никто не может мне предписывать, в какое время прийти и знакомиться. Я в любое рабочее время, в моем представлении, имею право прийти и ознакомиться. Но в любом случае, сейчас даже речь не об ознакомлении, а о том, что мне препятствовали в осуществлении иных прав. В том числе в праве даже не только получать копии, а ознакомиться с документами избирательной комиссии. Реализовывать то право, которое закреплено в законе. Уважаемый суд, я прошу вас принять во внимание основной мой довод, даже единственный мой довод, о том, что оспариваемое постановление принято избирательной комиссией Киросковской области с превышением полномочий. И что избирательная комиссия Киросковской области не имела полномочий, не имела права принимать такое постановление. Даже с учетом внесенных изменений. Прошу вас удовлетворить заявление кандидата Мамайева в помощь. Подождитесь, господин, господин. В общем, так, скажите, пожалуйста, Вы повезлили, по-моему, это сейчас было бы вызывать, вы 9-го числа объявились в здании Киросковской области, совершенно объявлено, в сентябре. Для чего он так? Я приходил подать несколько заявлений. Как члены избирательной комиссии Киросковской области? Какие-то заседания, еще что-то подойдет, были назначены, знали об этом или еще что-то? Нет, меня никто не извещал и не сообщал о том, будут ли какие-либо заседания 9-го сентября 2014 года. Насколько мне известно, 9-го сентября 2014 года каких-либо заседаний избирательной комиссии Киросковской области не проводилось. Но это лишь мое предположение. И вас 9-го числа не пропустили то, о чем было зафиксировано, это было зафиксировано, в том числе анализисты? Да, уважаемый суд. То есть меня не пропустили в избирательную комиссию, ни в кабинет номер 101, который специально для меня определен, как помещение избирательной комиссии, чтобы меня дальше не пускать. Ни, соответственно, на второй этаж, то есть меня вообще не пропустили в здании. И это совершенно четко видно на видеозаписи. 10-го сентября, 11-го сентября 2014 года вы приходили в здание киросковской избирательной комиссии? В один из дней 10-го или 11-го сентября 2014 года, я сейчас затрудняюсь точно назвать, я принес в избирательную комиссию Киросковской области уведомление избирательного объединения Киросковского областного отделения политической партии и коммунистической партии Киросковской Федерации о назначении об отзыве предыдущего члена и о назначении меня, членом от данного избирательного объединения. Я, уважаемый суд, считаю, что это было вечером 10-го сентября 2014 года. Это было, мне кажется, около 17 часов 10-го сентября 2014 года. 11-го сентября, мне кажется, что я не посещал избирательную комиссию и здание. Вы уже в этот момент посещали данное здание как член избирательной комиссии? Нет, меня снова нет. Уважаемый суд, спасибо за вопрос. Меня снова не пропустили и мне пришлось звонить в избирательную комиссию Киросковской области и секретарь избирательной комиссии, я имею в рабочих парадах, не секретарь избирательной комиссии, а рабочих парадах, непосредственно специалист, который принимает заявление, специалист спустился вниз и принял у меня данное заявление непосредственно внизу. То есть меня вновь не пропустили в избирательную комиссию Киросковской области. Уважаемый суд, еще хочу дополнить. Речь идет не только о том, может быть я недостаточно подробно высказался, я считаю, что нарушение избирательных прав заключается не только в том, что члены избирательной комиссии не пропустили избирательную комиссию, это выпиющее нарушение, и оно самое очевидное, недопустим, непосредственно в помещении. Есть еще общее так называемое нарушение, то есть член избирательной комиссии был лишен права реализовать свои полномочия, в частности, знакомиться с документами и материалами. То есть есть ряд полномочий и прав у членов избирательной комиссии, любого уровня, как правом решающей, так и правом совещательного голоса, и член избирательной комиссии, Долгий Хантонович, был лишен возможности осуществлять, реализовывать эти права. Ведь, кроме того, уважаемый суд, согласно оспариваемому постановлению, а также согласно постановлению о внесении изменений, предписывалось уведомить территориальной избирательной комиссии о том, что принято такое постановление. И, соответственно, я не мог реализовать свои полномочия в нешестоящих избирательных комиссиях, в городской, в Тиках, в Уиках, потому что уже всем было известно о том, что принято вот такое постановление. Ну а так как это постановление никто не обладает полномочиями толковать, к сожалению, ни сотрудники полиции, ни члены и председатели и нешестоящих комиссий, то, соответственно, мое право нарушалось. Как минимум, оно нарушалось в течение трех дней, но я считаю, что эти права, и кандидат Мамаев считает, этого я сейчас говорю, что права члена избирательной комиссии Кировской области, назначенного кандидатом Мамаевым, нарушаются по сей день, с 8 сентября по сей день. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас сведения, или кандидат Мамаев, извещен о примененном постановлении и о его тексте, о постановленном постановлении? Конечно, сведения есть. Кандидат Мамаев не был извещен. Я сейчас говорю, опять же, от имени кандидата Мамаева. Кандидат Мамаев не извещен о том, что... Своевременно не был извещен о том, что известно, такое постановление. Безусловно, впоследствии я ему об этом сообщил. Точную дату я назвать сейчас затрудняюсь. Наверное, это было 9 сентября 2014 года. Нет, уважаемый суд. О том, что принято такое постановление, мне и, соответственно, кандидату Мамаеву спустя короткое время стало известно только вчера в поле судебного заседания. То есть, когда вчера было представлено данное постановление о внесении изменений, оно меня довольно сильно удивило. Я, честно говоря, ожидал нечто подобное. И я думал, что избирательная комиссия, посовещавшись с ЦИК, позиция ЦИК неизвестна, правовая позиция, в настоящее время выслована письмом. К сожалению, оно еще не успело прийти, но если вдруг каким-то образом в удовлетворении данного заявления Мамаев будет отказано, в апелляционную инстанцию, конечно же, мы правовую позицию ЦИК представим. И в этой правовой позиции четко указано, что комиссия вышла за пределы своих полноучений и не имела права принимать такое постановление. Так вот, избирательная комиссия, на мой взгляд, не найдя в себе силы отменить постановление, что было бы правильно, единственным верным решением, хотя и запоздала, комиссия решила внести изменения. Но и то, на мой взгляд, не хватило в них знаний и понимания сути закона, что же следует сделать. Комиссия, во-первых, своим решением о внесении изменений отстранили от участия в конкретном заседании членов комиссии, что тоже не допустимо. Как и вы бы, по мнению членов комиссии, не были основания. А основания, я еще раз подчеркиваю, не было. Нет ни до одного постановления или решения о привлечении Логинского Матальчика к какой-либо ответственности. И, соответственно, основания быть не может. Все остальное – это домыслы. Так вот... Ну, все. Викторий. Все-таки, какие избирательные права непосредственно кандидатам были нарушены? Непосредственно к кандидатам были, когда выступали, но вы могли говорить больше о себе, а кандидатам были нарушены принятием основного постановления с учетом его текста, о том, что можно Мамайеву ввести, сколько я помню там, в состав предприятий, ввести своего нового... Дело в том, что, возможно, показалось, что я говорил себе, но это исключительно из-за того, что в одном лице сочетается представитель, член избирательной комиссии и третье лицо. Вот в чем дело. Если бы на моем месте был другой представитель, то, конечно, такого ощущения бы не возникло. Я, вот сейчас выступая, выступал как представитель кандидата ММА, как представитель заявителей. Все, что я говорил, я говорил пусть и о себе, но я говорил как представитель. И от имени Мамайева, вот в чем дело. И я объяснял, как раз я частично объяснил, в чем заключалось нарушение, но сейчас я дополнительно еще поясню. Для того, чтобы я конкретно указал, я должен обратиться к закону и сослаться на пункт 28 ст. 2 Федерального закона 67 ФСЗ. В соответствии с данным пунктом избирательное право граждан, это конституционное право граждан, это конституционное право граждан, Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти, а также, вот здесь, уважаемый суд, прошелся обратить внимание на формулировке, а также право участвовать в наблюдении и заправлении выборов в работе избирательных комиссий, включая установление итогов голосования и определения результатов выборов, в других избирательных действиях, в порядке установленных Конституционной Российской Федерации, в настоящих период законов и так далее. Уважаемый суд, это, конечно, общая формулировка, но что есть избирательные права? Во-первых, я уже остановился на этом, у кандидата есть право, четко определенный закон, право назначать одного члена комиссии. И как раз гарантией его независимости и гарантией деятельности этого члена комиссии является невозможность его какого бы то ни было исключения. Единственная возможность, которая рассмотрена для самого субъекта назначения, для самого кандидата, это замена отзыв и назначение другого члена комиссии. Таким образом, было нарушено именно это основополагающее право, право назначать. То есть, право назначать член комиссии, то есть, в моем представлении, в моем понимании, кандидат назначил член избирательной комиссии, а избирательная комиссия отстранила данного члена, нарушив таким образом данное право. Через назначенного им члена комиссии, кандидат может осуществлять действия, избирательные действия в том числе, которые направлены для реализации кандидатом своих избирательных прав, уже широкого спектра прав. Так, например, член избирательной комиссии вправе в том числе участвовать в заседаниях комиссии, а именно этого права и был лишен член избирательной комиссии Мухатон Витальевич как оспариваем постановлением в первоначальной редакции, так и уже в измененной редакции, в последующей редакции. То есть этого права член избирательной комиссии, назначенный кандидатом, был лишен. Это даже не требует подтверждения, потому что это, собственно, подтверждает непосредственно постановление о внесении в изменениях. Также член избирательной комиссии Кировской области, который был назначен кандидатом, не мог непосредственно попасть в помещение, занимаемое избирательной комиссией Кировской области, для того, чтобы реализовать уже свои права как член избирательной комиссии Кировской области. И мне просто уточню немножко. Вы говорите о Сибири, как член избирательной комиссии, не отначенном Мамайо. А если бы пришел, я знаю, Петров, Сидоров или еще кто-то, с удовлетворением, что Мамайо назначает член избирательной комиссии, стал замечательным голосом, вот это лицо. И я в этом случае спрашиваю, в чем нарушение избирательных прав для Мамайо. Объяснил, да, понимаешь, постановление предложено ему рекомендовано. Рекомендовано. Уважаемый суд, понял я ваш вопрос. В моем представлении, и я сейчас говорю от имени кандидата Мамаева, как его представитель, кандидат выбрал того гражданина Российской Федерации, который не обладает ограничениями для того, чтобы быть член избирательной комиссии, и способного, совершеннолетнего, он выбрал именно того гражданина, который, по его мнению, по своим профессиональным качествам и личностным характеристикам и человеческим, способен представлять его интересы в этой избирательной комиссии в условиях этой совершенно ужасной и безумной с точки зрения закона, очень не юридической термины, но избирательной компании. Он выбрал именно Долгих Антона Витальевича, он его назначил. И, к сожалению, я не принес с собой, но кандидат Мамаев 10-го, если я не ошибаюсь, числа, направил в избирательную комиссию Кировской области, 10 сентября 2016 года, направил в избирательную комиссию Кировской области уведомление о том, что он считает назначенным членом избирательной комиссии Кировской области Долгих Антона Витальевича о том, что он не желает назначать ни нового, ни другого члена избирательной комиссии Кировской области. Дело в том, что в законе указано другого, а в постановлении назначить нового члена. Он указал оба, что ни нового, ни другого назначать он не желает. То есть он желает продолжать реализовывать свое право иметь в избирательной комиссии Кировской области уже назначенного кандидата. Я согласен с вами, что ему законом предоставлена возможность отозвать полномочия у ранее назначенного члена комиссии и передать эти полномочия другому. Но это полномочия, в моем представлении, дано законодательно для того, чтобы в случае, если вдруг назначенный им кандидат перестает его почему-то устраивать, кандидат может это право реализовать. Кандидат и в своем заявлении, которое сейчас рассматривает уважаемый суд, и в письме избирательной комиссии Кировской области прямо заявил, что он не желает назначать другого члена избирательной комиссии Кировской области. А также прямо заявил, что он считает действующим членом...